Второй день съезда открыл лидер партии «Единая Россия» и председатель правительства Владимир Путин, который в своем выступлении достаточно подробно обозначил основные приоритеты социально-экономического развития России. Премьер, в частности, поставил задачу в самые короткие сроки попытаться увеличить темпы роста экономического развития России до 6-7% в год. Мы уверенно и достойно прошли через очень сложный этап. Но ни в коем случае нельзя успокаиваться, и надо объективно, нужно реалистично оценивать ситуацию и наши возможности. Нужно сказать открыто и еще раз о зависимости нашей экономики от сырьевой конъюнктуры, об опасном уровне социального неравенства, насилия, коррупции, об ощущении несправедливости и незащищенности, которые часто возникают у людей при обращении в госучреждения, в суды или в правоохранения. О барьерах для инициативы в бизнесе, на государственной службе, в общественной деятельности. Все это, к сожалению, нас до сих пор сопровождает. Мы можем и должны преодолеть эти проблемы. Можем и должны. Поэтому объективное требование одно. Темпы нашего развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Нам нужно вновь вернуться, раскрутить маховик. Нужно вернуться к тому, что было совсем недавно, несколько лет назад, до кризиса. И раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6-7% в год. В ближайшие пять лет страна должна войти в число крупнейших экономик мира, отметил также председатель правительства. По плану в промышленности и бюджетной сфере будет создано не менее 25 тысяч рабочих мест. Ключевой движущей силой должны стать именно российские бизнес-структуры. В своем выступлении Владимир Путин выразил надежду, что представители бизнес-сообщества будут более активно инвестировать средства в социальные проекты, тем самым вкладывая свою долю в развитие страны. Особое внимание, отметил лидер партии, будет уделяться вопросам оплаты труда. К концу 2014 года средняя заработная плата в стране должна вырасти в полтора-два раза и достигнуть 30-32 тысяч рублей. Кроме того, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить для населения значительное снижение ставок по ипотечным кредитам. Для каждой семьи в России должна быть перспектива решить свою жилищную проблему. Это наша важнейшая, одна из важнейших задач. К 2016 году предстоит практически удвоить объем жилищного строительства. И прежде всего это должно быть современное, доступное жилье. Но главные критерии для нас не просто квадратные метры, а реальная возможность для российской семьи с самыми разными уровнями достатка обустроить свой семейный очаг. Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Это рыночная субстанция. Я хочу сказать об этом очень аккуратно. Но где-то к 6,5-7% мы должны в ближайшие годы подвинуться. Вслед за лидером единороссов с приветственным словом к делегатам съезда обратился президент России. Дмитрий Медведев заявил, что он отказывается от участия в президентских выборах в пользу Владимира Путина, как единого кандидата от «Единой России». И в случае его победы готов заняться практической работой в будущем правительстве России, где будет активно продолжать начатую им работу по модернизации российской экономики. При этом Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что «Единая Россия» победит на предстоящих думских выборах. Партия активно помогала курсу президента. Поэтому и модернизация экономики, и социальной жизни, и политической системы – это наш выстраданный курс. Значит, у нас общие представления о будущем нашей страны. У нас общие планы на будущее. Общие ответы на наиболее существенные вызовы, которые стоят перед нашим государством. И это главное. Во-вторых, мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. И это тоже наша общая позиция. В-третьих, мы все вместе, здесь присутствующие в этом зале, считаем, что и сама партия нуждается в капитальной модернизации. Она должна стать более открытой, эффективной, а если хотите, и более жесткой в отстаивании своих приоритетов. Она должна освободиться от случайных людей, которые прилипли к ней для достижения корыстных целей. Она, наконец, должна стать более молодой и креативной для того, чтобы конкурировать с другими политическими силами в нашей стране. И вот глядя в зал, я в этом абсолютно уверен. Таким образом, если вы доверите мне эту работу, я готов ею заниматься. Затем, в ходе дальнейшей работы съезда, его делегатами была принята предвыборная программа и утверден общероссийский список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Единой России. Федеральный список насчитывает около 600 человек. Его, как известно, возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев. От Карачао-Черкесской республики в региональную группу федерального списка включены депутаты Госдумы Ахмат Иркинов и Михаил Старшинов, а также депутат Народного собрания Карачао-Черкесии Николай Мурадов. В дни съезда региональную группу делегатов форума возглавлял глава республики Рашид Темрезов. Он первым из участников съезда, представляющих Карачао-Черкесию, поделился с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Самое главное, впервые партия идет с народной программой, где учитывается мнение всех жителей страны, в том числе и Карачао-Черкесия активно работала над народной программой. Я думаю, что те мысли, которые на сегодняшний день сформированы, те идеи, и при их осуществлении, конечно, это будет очень серьезная помощь для развития как регионов, так и в целом стране. В последние годы проблемы, они остаются везде, к сожалению, одни и те же, и это острый вопрос. Конечно, это занятость, конечно, это образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий для жителей нашей республики. Поэтому мы, конечно же, вот именно эти моменты будем свое основное усилие, усилие все будем сосредотачивать на этом. Проблемы социальные, они касаются каждого из нас. Это начиная с детских садов для только тех, кто родился, или медицинского, от медицины, заканчивая профессиональным образованием и пенсионным возрастом. Вот все эти вопросы в течение двух с половиной часов были озвучены вот на этой площадке. Эти проблемы не только должны ставиться, но наиболее ответственным образом должны будут решаться. Я думаю, что очень серьезная проблема назревает вообще и в мире, и в России. Это новая волна финансового кризиса, которая неизбежно дойдет до нашей страны. Я думаю, что мы скоро почувствуем. Я думаю, большое будет иметь значение, кто будет в этот сложный период возглавлять нашу страну. Я думаю, что те энергичные действия именно Владимир Владимировича Путина в 2008-2009 годах по преодолению последствий финансового кризиса, они позволили нам пережить его достаточно спокойно. Решение, которое сегодня озвучено о том, что на выборы пойдет Владимир Владимирович Путин, это, я думаю, что все-таки отвечает интересам большинства жителей нашей страны.